Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему вниманию. Тема Марты. Отец-Абсолют. Две реальности. Преобразование вашего физического тела. Читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Сегодня я хочу начать разговор о том, как происходит преобразование вашего физического тела для перехода на более высокий уровень своего существования. Поскольку вы уже прошли этап преобразования ваших чакр, вам будет легче прочувствовать, как протекает подобный процесс и в вашем физическом теле. На самом деле он полностью синхронизирован с преобразованием ваших чакр, поскольку каждая из них непосредственно связана с определенными органами и системами жизнеобеспечения вашего организма. Но поскольку физическое тело человека плотное, то оно разряжается намного медленнее, чем его чакры и тонкие тела. И все же физические тела людей, чьи чакры уже полностью преобразованы, уже перешли в первую стадию своей трансформации в световые кристаллические. Пока это мало заметно, поскольку никак не проявляется внешне, но клеточки их организма уже начали перестраиваться на новый лад. Объясняется это тем, что если чакры человека разрежены до предела, то по закону подобия все органы его физического тела начинают невольно подтягиваться до их уровня. Поскольку все они неразрывно связаны между собой. Конечно, плотность энергии у них пока еще значительно разнится, но главное здесь качество энергии. А оно постепенно выходит уже на единый уровень. Этот процесс подобен тому, как облако, вначале предельно разреженное, постепенно сгущаясь, превращается в тучу, а затем проливается каплями дождя, что является физическим проявлением стихии воды. Однако при этом качество их энергии остается единым, несмотря на то, что облако – это вода в разреженном состоянии, а дождь – ее плотная субстанция. А когда пригревает солнце и вода начинает испаряться, она вновь разрежается, сохраняя то же качество энергии. По большому счету, то же самое происходило и с человеком. Некогда разреженные тела людей под воздействием неблагоприятных энергий трехмерного мира предельно уплотнились, и теперь согретые лучами, идущих на землю высоковибрационных энергий, вновь начинают разрежаться, чтобы вернуться в свое первоначальное состояние, став телами Бога людей. Разница состоит лишь в том, что круговорот воды в природе остается на одном и том же уровне вибраций, поскольку стихия воды, как и другие природные стихии, не подвластна влиянию извне, несмотря на ее разнообразные внешние проявления. И теперь физические тела людей, сумевших выйти своим сознанием на уровень, близкий пятому измерению, начинают свой путь домой, возвращая свою изначальную световую кристаллическую структуру. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Приняла Марта, 1 октября 2024 год. Маленькое дополнение. Дорогие друзья, если вы желаете поработать со своими чакрами, здесь на канале очень много роликов о чакрах. Особенно я предлагаю в последнее время пропивать. Там, где вам удобно, допустим, в ванне, или где-то в лесу, или где-то на берегу моря, где вам удобно и где у вас есть возможность. И даже утром, тогда, когда вы еще не проснулись, чакры. Первая – лам, вторая – вам, третья – рам, четвертая – ям, пятая – хам, шестая – аум, седьмая – ом. Также у вас есть возможность подключать 432 Гц, 528 Гц и работать со своим сердцем, работать со своей четвертой чакрой, потому что очищение идет именно через сердечный центр. Очень много всевозможных сессий, где вы можете вечером на ночь включать их и работать со своим очищением. Также на канале много роликов прошлых лет, которые сегодня будут очень кстати. Поэтому не стесняйтесь, смотрите. И не забывайте донатить, потому что канал работает без рекламы. В ином случае мне придется снова подключить рекламу. Продолжение следует...